В столице возобновились переговоры по Сирии. Для этого к нам слетелись лидеры вооруженной оппозиции, представители официального правительства и стран-гарантов России, Турции и Ирана. Казахстан в этих переговорах традиционно предоставляет диалоговую площадку, давая возможность на нейтральной территории прийти к компромиссам. В них мы и сами заинтересованы, не меньше остальных. Война на Ближнем Востоке оказалась привлекательной и для наших граждан, которые шли бороться за ложные убеждения. Ехали не одни, ехали с женами, детьми, а у некоторых малыши появлялись на свет прямо там, среди руин. Несколько лет назад Казахстан провел беспрецедентную операцию по возвращению наших из Сирии. Взрослых ждал суд, детей, спокойное детство у бабушек и родственников. Алтеншаш Смогулова продолжит тему. В 2019-м Казахстан провел уникальную в своем роде операцию. Вернули на родину женщин и детей из Сирии и Ирака. Оттуда, куда уехали их мужья и родители, которых вербовали и обещали им праведную жизнь. Где в итоге все они столкнулись с войной, смертью и пережили ужасы террора. Там рождались дети, которые не знали другой жизни. Сначала их везли в адаптационный лагерь в Мангастауской области. Со многими, кто не знал или не помнил родного языка, работали специалисты-арабисты. Но сложнее всего было проработать психологические травмы у детей, рассказывают эксперты. Ребенок, когда слышал шум самолета и так далее, дети сразу же прятались в подвальной помещении или же пытались прятаться под кроватью. Оказывается, ну как бы такая психологическая травма была. То есть они опасались за свою жизнь. Всего в Казахстан вернули более 500 детей. Для каждого из них была разработана индивидуальная программа реабилитации, которая включала в себя медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. Многие из детей никогда не ходили в школу и отставали от своих сверстников. А многим восстанавливали документы. Оставшимся без родителей помогли в поисках родственников. Сейчас, по словам специалистов, ни один из вернувшихся оттуда ребенок не остался один. Кто-то из них до сих пор получает медицинскую помощь. И само питание женщин на тот момент, и их физическое состояние, и психологическое состояние, оно, конечно, сказывалось и сказывается до сих пор на детях. Среди детей, к сожалению, по МПК были выявлены дети, в отношении которых оформлена инвалидность. Есть дети, у которых есть проблемы, связанные с развитием речи. Есть дети, которым выставлен сейчас диагноз аутизм. Мы, по мере возможности, прикрепляя их к поликлинике, постарались как можно максимально создать для них все условия в получении этих услуг. Специалисты уверяют, адаптация детей прошла успешно. Сейчас все получают знания в школах и детских садах. Занимаются в спортивных или же творческих секциях. Кстати, вся информация об их тяжелом прошлом держится в секрете, чтобы ничего не напоминало им о пережитом. Практически 51% учащихся в учебных заведениях являются отличниками и хорошистыми учебой. 30% детей стали участниками и призерами различных олимпиад, творческих конкурсов и соревнований. То есть это для нас является показателем того, что дети вовлечены в общественную жизнь, проявляют свою активность, намерены, связывают свое будущее с Казахстаном. Специалисты признают, что трех лет для полной реабилитации детей недостаточно. Поэтому государство взяло на себя обязанность вести их до совершеннолетия. Но эксперты считают, что работу надо продолжать и после. Помочь с выбором профессий и трудоустройством. В целом и чиновники, и общественники считают, что проведенная работа была выполнена не зря. Казахстан смог подарить детям будущее. И этот опыт сейчас изучают в Центральной Азии и Европе. Алтеншаш Смогулова, Медед Исапанов, Студия 7.